Пикет на морозе и пронизывающем ветре для озабоченных мам и преподавателей 7-й Ижевской школы – ещё один шанс быть услышанными. К людям с плакатами сразу же вышла начальник городского управления образования. Вести холодные переговоры на улице она посчитала делом неправильным. Обменявшись колкостями, идти в кабинет чиновника пикетчики отказались и продолжили обсуждать свои беды на улице, журналистам они напомнили. Городские власти заявили о проекте создания в Устиновском районе нового образовательного кластера. Он должен быть организован на базе сразу четырёх ижевских школ – 7, 73, 93 и 94, а также детсада номер 204. По замыслу чиновников реализация этого проекта позволит создать равные возможности для получения качественного образования. Представители 7-й школы задел тот факт, что с ними до сих пор никто не посоветовался. Всё это объединение, все эти изменения в учебном процессе, мы просто не знаем, во что это выльется и чем это кончится. Потому что никто из представителей администрации к нам не пришли, ничего нам не объяснили. И то, что школа объединяется, мы узнали из средств массовой информации. Мы рассчитываем, что пока проект не принят, мы можем повлиять на данную ситуацию. Когда проект будет принят, нас поставят перед фактом. Терять своеобразный суверенитет «семёрки» не желают. Там считают, их учреждение попросту поглотит 93-я школа, которая станет базовой в новом учебном холдинге. И что 93-я просто решит проблему перегруженности за счёт других школ. В администрации города говорят, никто никакого решения ещё не принимал. На сегодняшний день решение может быть принято только лишь с учётом, прежде всего, мнения родителей, с учётом педагогической общественности, всех педагогических коллективов, тех школ, которые мы сегодня рассматриваем. А сегодня мы выслушали мнение всех родителей. Мы готовы, администрация города и управление образованием, готовы к обсуждению тех предложений, которые поступили. Мы готовы к встрече. Светлана Петрова сегодня заявила, в любом случае ни один из классов не будет расформирован и ни одного учителя не сократят. А переговоры с педагогами и родителями уже за круглым столом обещают провести в декабре. Дмитрий Вороновнин, Руслан Нуреахметов, телеканал «Моя Удмуртия».